На каком месте в жизни женщины, разведенной с ребенком, должен быть мужчина в процессе отношений? Ведь наверняка ребенок будет на первом. Смотрите, Андрей, все немножко не так. Во-первых, в наших реалиях, и вообще, даже я скажу, не в наших реалиях, биология так устроила, психофизиология, которая имеет биологические корни, устроила так, что у женщины на первом месте она сама. Не ребенок, а она сама. Поясняю почему. Почему? Потому что, если женщина останется в живых, она может родить еще хоть 100 детей. Ну, не 100, конечно. 40 детей она может родить. То есть она имеет такую биологическую возможность. А детей 15-20 она может родить без проблем, и такое бывает сплошь и рядом. А если погибнет ребенок, то с биологической точки зрения это, конечно, плохо, но это не так плохо, как если погибнет сама женщина. Понимаете? И вот биология, вот учтя вот эти вот чаши весов, на которых, на одной чаше весов женщина, которая может родить еще 20 детей, а на другой чаше весов ребенок, биология дала женщине такую прошивку в голове, чтобы эта прошивка заставляла женщину спасать в первую очередь, конечно же, себя. Поэтому у женщины на первом месте не ребенок, на первом месте у женщины она сама. Она сама себе создает максимальный комфорт здесь и сейчас, который она распространяет на детей. Вы, наверное, миллион раз слышали и видели истории, когда женщины убивали детей, потому что они им мешали спать, бухать, там, сношаться с любовниками и так далее. Пестрит этим новости сейчас дня не бывает, чтобы не появлялась какая-то новость, как женщина убила, там, шестилетнего ребенка, потому что он много плакал и мешал ей, там, с любовником развлекаться. Ну, это, конечно, трэш, и это очень страшно, и это понятно, что это какие-то из ряда вон выходящие случаи, я просто привожу такие примеры. То есть нельзя это, конечно, распространять на всю женскую популяцию, это глупо. Хотя феминистки распространяют пару случаев, кто там, мужчина убил женщину, значит, все мужчины убивают всех женщин. Феминистки без проблем распространяют на всех мужчин прогрешение какого-то одного. Но мы не будем до этого пускаться, мы будем все-таки более так, более рационально будем мыслить, более так разумно. И вот смотрите, в чем дело. Когда вы знакомитесь с женщиной, с ребенком, там иерархия такая. На первом месте она сама, на втором месте ее ребенок, на третьем месте кот Мурзик, на четвертом месте диван в том углу, на пятом месте, ну, а пятого обычно не бывает. Вы надеялись услышать, что на пятом месте вы, да? Нет. Я вас огорчу. Вполне возможно, что вы вообще не на месте. Вам даже место не выделено. В этой иерархии. Бывают такие иерархии, что во главе семьи стоит матриарх, бабушка, например. Ну, мать этой разведенной дамы. Это матриарх. Этажом ниже сама женщина. Этажом ниже ее ребенок. Этажом ниже хомячок Тузик. Ну и где-то под хомячком Тузиком вы находитесь. Ваше место, как говорится, у хомячка Тузика. Вот. Это как оно бывает чаще всего. Вот вы, наверное, миллион раз слышали вот эту поговорку, что типа там, как-то она звучит. Бесит, когда мужчина говорит, взял с ребенком. Это не он взял с ребенком. Это его пустили в семью, где уже там сложились традиции и так далее, иерархия. Ведь, друзья, это звучит, конечно, это у многих подрывает пуканы вот эта фраза. Но смотрите, это ведь абсолютно справедливо. Ведь в этой структуре уже сформировалась иерархия, и мужчина вливается туда, в эту иерархию. Вот когда мужчина строит свое домохозяйство, когда он берет, приводит в свой дом женщину, которую он сам выбрал, которую он взял из семьи с нормальными родителями, переговорив с ее отцом. Отец не против, дал свое согласие, или хотя бы не против. И этот мужчина приводит в свой дом эту женщину. Она согласна его слушаться, она согласна признать его главой семьи. Вот это нормальное начало отношений. Это формирование своей собственной иерархии. Это примерно сродни того, что ты открываешь свою фирму. Вот ты ее зарегистрировал, и ты учредитель, и ты директор. И ты берешь себе заместителя своего помощника. Он подчиняется тебе. Он может быть твоим другом. Вы можете с ним после работы посидеть там, выпить безалкогольного вина, сока. Но он тебе подчиняется по должностным инструкциям, он тебе подчиняется. Это та иерархия, которую ты выстраиваешь сам. А когда ты берешь женщину с ребенком, ты приходишь в их иерархию. Ты приходишь в их домохозяйство. Даже если ты приводишь ее к себе домой с ребенком, то все равно они с собой приносят свою иерархию. И ты, как меньшинство, как это сказать-то... Ну, в общем, их двое, ты один, да? А их, может быть, не двое, их, может быть, трое. Допустим, женщина и двое детей. Их трое, ты один. Ты включаешься в их иерархию. А если там еще матриарх есть, бабушка, которая рулит всей этой системой, то вы еще негласный бабушку к себе домой приводите, даже если она живет в другом месте. Даже если она физически не присутствует у вас в квартире, она все равно управленчески влияет на вашу семью. Она руководит вот этой, вот этой компанией, которую вы приводите к себе. То есть, смотрите, переводя на язык фирм, предприятий, в первом варианте вы организовывали свое предприятие, регистрировали, и вы учредитель и директор. Во втором случае происходит слияние и поглощение. Поглощение той фирмой, ваша фирма поглощается той фирмой. И вы встраиваетесь в ту структуру. Кем? Ну, например, вахтерам, например, охранникам, например, дворникам, например, завхозам. А вы что думали, вас в совет директоров, что ли, введут? О! Никто вас в совет директоров не введет. Вот. Чтобы вы возглавляли совет директоров, друзья, учреждайте свои компании. И берите себе заместителя помощника, свободного, так сказать, от чужих иерархий. А тут слияние и поглощение. Причем поглощение вашей компании. Другая компания поглощает вашу. Ничего личного, только бизнес. Другая компания. Другая компания. Причем. Продолжение следует...